Много лет назад в далекой финской деревне была избушка. Около нее было вспахано небольшое поле. В избушке жили отец, мать и пятеро детей. Отец усердно работал на поле. Мать ухаживала за коровой буренкой, а дети собирали ягоды на зиму. Так они перебивались из года в год. Особой нужды у них не было, потому что с поля они получали зерно на свой ежедневный хлеб. Но вот однажды ночью посреди лета наступили заморозки. Утром вся семья безмолвно стояла на крыльце избушки и смотрела на сверкающий, покрытый инеем урожай. Мама тихо плакала, а отец печально качал головой. Хм-хм, что же нам теперь делать? Мороз погубил весь урожай. Ох, какое горе! Боже, помоги нам несчастным! Хлеб кончился посреди зимы. И вот наступил день, когда мама сказала своему девятилетнему сыну Матты, «Дорогой сыночек, у нас нет больше выхода. Тебе нужно пойти просить милостыню у людей. Да поможет тебе Бог, дорогой мой мальчик!» Так, сопровождаемый материнскими благословениями, Матты пошел в мир. Просить у людей милостынь. Тяжело было у Матты на сердце, когда он с рюкзаком за спиной шел по дороге. Но он постарался ободрить себя. Отогнал прочь страх и печальные мысли. Шаг за шагом он приближался к соседней деревне. Через некоторое время он стоял уже около большого, богатого дома. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы не дадите мне кусочек хлеба? Еще чего! Мы не можем всех нищих кормить. Если всем будем давать, так и сами обеднеем. Нет у меня ничего для тебя. Извините тогда. До свидания. Но встречались Матты и хорошие люди. В одном доме его пригласили за стол, и он смог наесться досыта. Той ночью он спал на настоящей кровати, а утром добрая хозяйка положила в его рюкзачок целую буханку хлеба. Скоро маленький рюкзак был уже полон, и Матты направился домой. Теперь он шагал быстро и весело, хотя рюкзак с хлебом и давил плечи. Чтобы сократить путь, Матты решил пойти напрямик через озеро. Но наступил уже вечер, и поднялась сильная метель. Дорожку занесло снегом, и в темноте Матты потерял из виду берег. Но упрямо он продолжал идти вперед. Наконец, он увидел перед собой человеческие следы. Обрадовавшись, Матты пошел по этим следам. Пройдя некоторое время, он заметил, что следов стало больше. Следы были теперь рядышком. И вдруг Матты понял, что это были его собственные следы. Он заблудился и кружил по своим следам. Вдобавок ко всему, вдали послышался вой волков. Ой, бедный Матты! Беспомощно стоял маленький Матты на льду озеро. Снег бил ему в лицо, и пальцы на ногах уже совсем замерзли. А бой волков становился все слышнее. В страхе Матты упал на колени в снег и стал просить у Бога помощи. Господь, помоги мне! Помоги мне, Иисус! Затем он встал и побежал вперед. Но скоро стая волков была уже недалеко от него. Матты видел, как их глаза светились в темноте. И бой их раздался уже совсем близко. Матты закричал и замахал рюкзаком, стараясь напугать волков. Но они подходили все ближе и ближе. Отступая назад, бедный Матты вдруг споткнулся и упал на снег. И тогда большой серый волк бросился к нему. Но в эту же минуту раздался выстрел. И над Матты со свистом пролетела пуля. Волк испугался и оставил свою жертву. Затем в темноте послышался крик. и звон бубенца. Кто-то спешил к Матты на помощь. Скоро ошеломленный Матты увидел перед собой заснеженную лошадь с повозкой и в повозке человека. Люди добрые, что я вижу? Маленький мальчик посреди ночи и в такую погоду среди волков. Вовремя же я пришел. Если бы опоздал на минуту, не было бы у твоей матери больше сына. Сидевший в повозке дядя был продавцом в их деревне. В эту ночь он поздно возвращался домой с поездки. Он поднял Матты в повозку, укрыл его шубой и потом быстро погнал лошадь в деревне. «Дядя, а ты веришь, что это Бог тебя послал, чтобы спасти меня?» «Да, крошка, иначе вряд ли я пришел бы так, не помню». Дядя-продавец нежно прижал его к себе. Как уютно и тепло было Матты под шубой рядом с дядей. Как хорошо ему теперь было после всех переживаний. Дядя-продавец привез его к себе домой. В доме Матты приняли очень гостеприимно. И первый раз в жизни он лег спать на мягкую кровать с настоящей простыней и под одеяльником. Ему показалось, что он в сказке. И он подумал, «Так, наверное, живут принцы и принцессы». Когда Матты на следующий день торжественно приехал в повозке продавца домой, удивлению семьи не было границ. Богатый дядя-продавец еще обещал отцу дать хлеба на всю зиму. На место нужды пришло изобилие. Печальные дни сменились праздником. Вечером при свете маленькой керосиновой лампочки Матты рассказывал семье о своих приключениях. «Ой, я так боялся там, на озере, вы даже не представляете. Была такая сильная метель, и я заблудился. А волки такие страшные, и как они выли. И как раз, когда один большой волк прыгнул на меня, раздался выстрел, и откуда-то из темноты появился дядя-продавец. В этот вечер папа опять читал своим детям Слово Божие о чудной помощи Господа. А после чтения все склонились на колени и горячо благодарили за все Бога. «Скоро морозная зима прошла и наступила теплая весна. С большим удовольствием Матте принимал участие в весенней ловле рыбы. Вместе с папой он ставил сети на озере. Однажды он поймал такую большую рыбу, что когда он нес ее домой, то хвост ее тащился по земле. Матте был тогда очень гордый собой и чувствовал себя совсем взрослым. «Ну как, мама, тебе нравится эта рыба?» «Ой, спасибо, сыночек, ты у меня настоящий рыбак, на твои щуки хватит нам на несколько одедов». Так прошло одно лето, за ним второе. Матте подрос и окреп. И вот когда опять пришла нужда, родители решили послать Марты в город на заработки. С молитвой мама опять благословила его в путь. Закинув рюкзак за спину, Марты пешком отправился в город. Путь был далеким. Весеннее солнце превратило снег на дороге в кашицу. Ботинки и носки промокали насквозь. Иногда Марты пускали в какой-нибудь дом на ночлег, и тогда он на печке сужил носки. Но когда приходилось ночевать на сеновалах, то он просто выжимал из носок лишнюю воду и зарывался в сено спать. как бы то ни было, путь начал подходить к концу. И вот однажды вечером он уже увидел огни города. Но так как у Марты не было никого знакомых в городе, он решил провести еще одну ночь на сеновале, а утром отправиться в город искать работу. Уставший от долгого пути, Марты закопался в сено и сразу же уснул. Но не знал Марты, когда ложился спать, какие гости к нему придут в его гостиницу. Эй, рваный, смотри, какое здесь место. Вот здорово. Здесь мы можем хорошо спрятаться, слышь? глянь, совсем сухое сено. Ага, нужно бы огонь зажечь, осмотреться. Давай спичку, сейчас посмотрим. На. Ого, мы как спрячемся вон туда, так никто нас не найдет. Точно, ни за что не найдут. Уже с первых слов Марты понял, что попал в руки разбойников. Он старался даже не шелохнуться в своем углу. Но к несчастью, из-за мокрых холодных ботинок его мучил сильный кашель. И теперь ему так и хотелось раскашляться. Марты всеми силами пытался сдержаться, но не смог. Разбойники вскочили на ноги. рваный зажег опять спичку. Матты замер в ужасе. Здесь есть кто-то. Держа спичку высоко над головой, рваный стал приближаться к углу, как раз к этому углу, где притаился Матты. Господи, помоги мне! Едва Матты выдохнула эту отчаянную просьбу, как вдруг послышался сильный шум крыльем. Разбойники испугались. Спичка погасла, над головой рваного пролетело черное существо через двери сеновала на улицу. Что? Что это было? Лет? Летучая мышь, наверное. Нет, уже на нервы действует. Да брось ты. Утром мы ограбим магазин рваного и потом поедем в Америку. Все равно пойдем отсюда. Я не хочу здесь бить. Ну, пошли. Разбойники сползли сеновала на улицу и скоро в шум шагов их стих весенней ночи. Сердце ума ты так сильно билось, что казалось вот-вот выскочит из груди. Он вспомнил слова из Библии. Призови меня в день скорби, я избавлю тебя и ты прославишь меня. Матты опустился на колени на сено и горячо поблагодарил Господа. Господи, я очень-очень благодарю тебя, что ты послал летучую мышь, чтобы спасти меня и продать разбойников. Потом Матты тихо подкрался к двери сеновала. Вдали он увидел две фигуры, перебегавшие через поле к дороге. Теперь Матты заспешил. Он побежал изо всех сил к городу. Сказать Ремберу, надо сказать Ремберу, эти разбойники к нему идут. И только когда Матты прибежал в город, он вспомнил, что он же ведь не знает, где Рембер живет. Улицы были пусты, и только один пьяный дядя стоял, прислонившись к забору. Где Рембер живет? Рембер это какой Рембер? Послеваем магазина что ли? Да, да. Он там зауком он на такие оборванцев он не пускает. Матты побежал к дому Рембера. Пробежав через двор, он постучал в дверь. Так как никакого ответа не послышалось, Матты начал стучать кулаками в дверь так сильно, что даже окна в доме зазвенели. Наконец кто-то подошел к двери. Кто там стучит так сильно? Это я, Матты. Что тебе нужно? У меня есть важное дело к дяде Ремберу. Дверь открылась. Старая седая служанка впустила Матты в дом. Скажи, мальчик, стырем бер, а не Рембер. И господин спит уже, его нельзя будить. Пожалуйста, разбудите его, сюда идут разбойники. Разбойники? Теперь служанка заспешила. В страхе она побежала будить господина. И скоро Матты уже стоял перед большим, толстым хозяином Стрембером. Выслушав Матты, Стрембер быстро приказал служанке. Королина, иди разбуди Петра. Скажи ему, чтобы быстро поехал за полицией. Андрея Виктора тоже разбуди. Пусть придут сюда. Через несколько минут весь двор Стрембера был окружен спрятавшимися полицейскими. А воры в это время спокойно шли по дороге к дому Стрембера. Вот они подошли к двери нижнего этажа, где был магазин. На двери висел тяжелый замок. Но Рваны знал, как открыть даже самый большой замок. Без ключа он открыл его так же легко, как хозяин открывал ключом. Его товарищ смотрел по сторонам, чтобы никто не помешал. Эй, иди сюда, я уже открыл замок. Хорошо, давай покрывать теперь. На, все идет отлично. Да, да, очень даже отлично. Это был голос полицейского. Воры совсем не заметили спрятавшихся полицейских. Ага, попались прямо в руки. Рваны, откуда они узнали? Когда полицейские увели воров, Стремберг вдруг вспомнила Матты. Каролина, а где этот мальчик? Он сидит в коридоре, потому что у него такие грязные сапоги. Каролина, сейчас же скажи ему, чтобы вошел в комнату. Садись, мальчик. О, господин, диван запачкается. Ну, и позапачкается. А ты, Каролина, завари мальчику чай и сделай бутерброды. Скоро Каролина принесла горячий чай и бутерброды. Таких вкусных бутербродов Матт никогда в жизни еще не ел. Кушая, он стал рассказывать хозяину о своей жизни. Но когда он говорил, его так сильно зазнобило, что аж зубы застучали, и рука, державшая чашку, так задрожала, что чай пролился на чистую скатерть. Ой-ой-ой, хорошая скатерть запачкалась. Ого, у тебя жар, мальчик. Ну-ка, Каролина, сейчас же уложи его в постель. Когда Матты опустился на пуховый матрас, ему показалось, как будто он попал в нежное объятие мамы. Там далеко дома. Много дней Матты был на границе жизни и смерти. Часто у его постели сидела госпожа Стрёмбер и читала ему Новый Завет или рассказывала о небе и ангелах. Много молитв она вознесла за мальчика, который спас их от рук жестоких воров. Однажды ночью, когда Матты было очень плохо, он увидел чудное видение. Иисус стоял у его постели и ласково смотрел на него. Потом он опустил руку на лоб Матты. Необъяснимое приятное чувство охватило Матты и на следующее утро он долго не просыпался. С этого дня началось выздоровление и скоро Матты уже опять был здоров. От хорошей еды в щеки его округлились и налились румянцем. Через некоторое время он уже помогал на кухне, приносил дроба и воду. Даже старая Каролина полюбила его. Скоро хозяин взял его на работу в магазин. На работе Матты старался быстро исполнять все, что хозяин приказывал ему делать. Целый день он бегал, исполняя разные поручения, перетаскивал тяжелые мешки со склада в магазин. Однажды хозяин сказал «Эй, Матты, возьми-ка тележку и отнеси эту посуду директору вот по этому адресу. Ну, смотри, ничего не развей. Если хоть одна тарелка разобьется, весь сервис будет негоден. И тогда уж тебе влетит». Осторожно Матты погрузил посуду на тележку и довез по улице. Так как тележка была легкой и дорога ровной, он покатил тележку быстрее. Но вдруг из-за угла выбежали два мальчика. Один из мальчиков наткнулся пьяно на тележку. Тележка наклонилась. Послышался сильный звон разбитого фарфора. Чашки, тарелки, сахарница все полетело на землю и разбилась в дребезги. Матты в ужасе стоял около кучи разбитой посуды и не знал, что делать. «Ой, что теперь будет? Что хозяин скажет? Все, все разбилось. Теперь мне нужно скрыться и немедленно». Матты быстро побежал домой. Рассказал свою комнатку, собрал свои немногие вещички и завернул их в мешочек. Потом он взял листок бумаги и написал прощальные слова стрёмля. Поблагодарил за все, рассказал о случившемся несчастье и о своем уходе. Бумажку он оставил на видном месте на столе. Одновременно он увидел свой новый завет, схватил его, сунул мешочек и выбежал на улицу. Оглянувшись назад последний раз, Матты увидел, как директор входил в магазин Стрёмбера. Матты побежал еще быстрее. Изо всех сил он бежал к пристани. А в это время директор уже вошел в магазин. «Добрый день! Здравствуйте! Уж не разбил ли Матты сервис?» «Да, разбил. Вернее сказать, это мой мальчик разбил, когда он толкнул тележку. Я видел все с окна и сразу поспешил сюда, чтобы объяснить, как это случилось. Во всем был виноват мой сын. Вам не нужно оплачивать ничего. Я куплю новый сервис вместо разбитого». «Ну а где же Матты так долго? Вот беда! Я и представить не мог, что он такой трусливый». Недалеко от пристани на волнах качался красивый белый корабль «Чайка». Позолоченный киль корабля гордо поблескивал на солнце. Двое мужчин с обветренными лицами стояли на палубе корабля, облокотившись на перила и негромко переговаривали. «Вот не повезло нам. И как этот юнга сумел сломать себе ногу прямо перед отплытием?» «Так ему и надо. Нам не нужны такие неповоротливые. юнга». «Эй, капитан, смотри-ка. Этот парнишка на берегу наверняка хочет к нам на корабль». «Да, и похож на порядочного парня. Да он еще из деревни кажется. Ну что ж, возьмем его на место юнги». «Эй, парень, иди-ка сюда на корабль. Чего ты ищешь?» «Работай. Вам не нужен юнга?» «А у тебя есть разрешение от родителей?» «Нет, родители умерли». «Ага, ага, вот как. Ну давай, залезай сюда». Так маты стал юнгой на белом корабле чайки. Но работа юнги не оказалась такой интересной, как маты представлял себе. Все на корабле командовали над ним. Если он не успевал быстро исполнить поручение, то какой-нибудь матрос замахивался на него концом толстой веревки. Нелегко было и ночью во время бури карабкаться на высокую мачту, завязывать паруса. Волны бросали корабль, как щепку, и мачты почти касались воды. Малейшее неосторожное движение или ослабление руки, и море сразу поглотило маленького юнгу свою бездонную пучину. Вдобавок ко всему, маты должен был убирать каюты капитана и штурмана и накрывать им на стол. Иногда ему надо было даже трубку капитану зажигать. Капитан так и хотел юнгу все время держать движение, чтобы ему некогда было скучать. Но все равно тоска по дому временами полностью охватывала маты. Так однажды в тихий летний вечер он стоял на палубе, облокотившись на перила, и крупные слезы текли по его щекам. Маты вспоминал дом продавца Стрембера и родину. Но вдруг его воспоминание прервал грубый голос. Мальчик, что ты тут бездельничаешь? Матты увидел рядом с собой бородатого Ялмара, самого жестокого моряка на корабле. Но заметив слезы Матты, Ялмар погладил его по голове и грустно сказал. Плачешь? Ну что же, мальчик, правильно плачь. И я бы поплакал, если бы еще умел плакать. Был красивый воскресный день. Море было зеркально гладким, и чайка спокойно покачивалась на месте со свободно спущенными парусами. Моряки лежали на постелях в каюте, не зная, чем заняться. Матты достал из своего сундучка Новый Завет и сел читать его около круглого оконца. Он не успел и одной главы дочитать, как сзади к нему подкрался худощавый маяк по имени Степка. Через плечо Матты он заглянул в книгу и громко расхохотался. Мальчишка читай Библию мы выбьем из твоей головы эти басни. Степка наверное продолжил поиздеваться над Матты но тут Ялмар приподнялся со своей койки. Это кто смеется над христианином? Ну ка парень читай слух и чтобы каждый моряк поднялся слушать. Моряки вскочили со своих постелей с неудовольствием они поглядывали на Ялмара от которого они никак не могли ожидать такого приказа. На следующий день Ялмар залез на мачту распутывать веревки. Тысячи раз до этого он влезал на мачту и удачно спускался. Но теперь нога его соскользнула. И он с вершины мачтой полетел на палубе. Тихо постановая он лежал на палубе. Через некоторое время Матты сидел около постели Ялмара и по просьбе его читал Новый Завет. Матты читал Ялмару о блудном сыне и о разбойнике, который в последние минуты жизни нашел спасение. Наконец Ялмар прошептал Мальчик, если ты можешь молиться, помолись за меня, грешник. Матты опустился на колени около постели Ялмара и начал молиться, стараясь найти слова, которые помогли бы Ялмару. Господи, помоги Ялмару, прости ему все грехи, помоги ему тоже стать верующим и любить тебя. Когда Матты поднялся с молитвы, Ялмар лежал с закрытыми глазами и счастливой улыбкой на бородатом лице. Ялмар заснул и больше уже не проснулся от сна. Через несколько недель корабль прибыл в город Геттибург. На большой пристани и в городе Матты увидел много удивительного. Высокие каменные дома, большущие теплоходы и массы людей на улицах. Все это было так ново, что у Матты даже голова закружилась. Но еще больше Матты удивился, когда через пару дней капитан протянул ему письмо. Письмо было от продавца Стрембера. Стрембер писал, что Матты совсем не был виноват перед ним и просил Матты вернуться. Мы скучаем по тебе, было написано в письме. В конверте было еще и другое письмо. от мамы Матты. Мама писала, что папа в последнее время начал болеть. Приезжай домой, потому что на поле некому работать, просила мама. Невыразимая тоска по дому охватила сердце Матты, когда он дочитал письма. Прибежав каюту, он бросился на постель и отчаянно зарыдал. Немного успокоившись, Матты поднялся на палубу и нашел капитана. Я хочу домой поехать. Что? Папа заболел и Стрембер тоже зовет меня обратно. Что ты полкаешь, парень? Когда ты перешел на корабль, твои родители уже умерли? Что, твой папа после смерти заболел, что ли? Катись в каюту отсюда, завтра поговорим еще. В страхе Матты побежал в каюту и бросился на постель. В эту ночь он долго думал, как бы убежать с корабля. Наконец, сон овладел им. Когда утром Матты проснулся и залез на палубу, он увидел, что чайка далеко уже отплыла от пристани. Гётибург только едва виднелся вдали. Из-за капитана Матты вынужден был остаться на корабле. Но целый день он думал о побеге. Я убегу, все равно убегу отсюда. Мрачный, руки в карманах, Матты ходил взад и вперед по палубе. И даже капитан не заставлял его работать. Вечером ветер утих. Корабль прибыл к берегам Дании. капитан капитан приказал спустить якорь и потом сказал опустите шлюпку на воду а ты юнга возьми дёготь и кисть войди в шлюпку осмоли все щели которые появились снаружи пока чайка стояла в йоде горки. Матты стоял в шлюпке и кистью смолил бока чайки. Он был в хорошем настроении. Он даже напевал песенки которые выучил дома от мамы. Капитан посмотрел на него через перила и увидев усердие и настроение Матты удивился про себя. Как это быстро Матты забыл печаль и разлуку с домом. Но Матты был в хорошем настроении совсем по другой причине. А не потому что забыл свою печаль. Он увидел что настала минута его побега. Когда все ушли с палубы корабля он быстро сел в шлюпку и начал изо всех сил грести к берегу Дании. Матты успел уже далеко отплыть когда штурман первым заметил его побег. Капитан Ионга сбежал как сломя голову крепил к Дании. Немедленно спустите лодку и в погоню за парнем. Лодку спустили на воду и сам капитан сел в нее вместе с двумя матросами. Как стрела помчалась лодка в погоню за мальчиком. Путь до берега оказался длиннее чем Матты думал и к тому же он уже очень устал. Черная точка в море которая была лодкой гнавшейся за ним все больше и больше увеличивалась. Вот Матты уже услышал громовой голос капитана. Парень не греби больше а то хуже будет. Матты онемел от ужаса. Он понял что ему не убежать. Матты перестал грести втащил весла в шубку сжавшись комок дрожа от страха он смотрел как лодка подплывала к его шлюпке. Вилька иди в шлюпку садись за весла и смотри чтобы парень опять не сбежал. Несчастный Матты пересел в конец шлюпки и шлюпка поплыла назад к кораблю. Поднявшись на корабль капитан приказал Матты пойти в капитанскую каюту. Матты боялся что капитан начнет бить его но к большому удивлению он заметил что капитан совсем не был сердитым. Матты даже показалось что он был чем-то доволен. А ты парень оказывается с характером и вообще ты порядочный малый именно такие мне и нужны. Оставайся с нами на корабле я буду платить тебе немного и вдобавок получишь обувь и одежду вот здесь у меня бумага контракт тебе нужно только подписаться на-ка подпишись подписывая контракт Матты не понимал что теперь жизнь его определена на долгие долгие годы он теперь стал настоящим матросом теперь он уже не мог отправиться домой когда только захотел много лет Матты плавал по морям он превратился в высокого красивого юношу соленый ветер и солнце обветрили его смуглое лицо светлые волосы как лен колыхались когда он стоя за штурвалом направлял корабль по нужному маршруту Матты по-прежнему был хорошим и примерным с радостью написал однажды домой я еще ни разу не курил и водки совсем не пробовал писать домой было для него самым приятным занятием и каждый раз он вкладывал в конверт немного денег он побывал уже во многих странах теперь корабль приближался к Африке неожиданно началась сильная буря море как будто закипело сердитые высотой с дом волны набрасывались на корабль и сметались с палубой все что могли в море капитан старый морской волк сам стоял за штурвалом управляя кораблем он не первый раз видел бурю спокойно он давал приказы и привычно поворачивал штурвал но вдруг он побледнел он заметил что корабль больше не слушается штурвала беспомощно без управления корабль запрыгал на волнах он наклонялся так сильно что мачты касались воды вдобавок осени уже потемнело вдруг послышался громкий трест корабль задрожал и мачты сломались как спички корабль налетел на подводный камень поднялся страшный переполох матросы пытались спустить на воду спасательные лодки но волны сразу отопкидывали их вот большая волна опять хлестнула на палубу и сняла в море и макты который пытался спустить на воду последнюю лодку макты был хорошим пловцом его здоровье не было испорчено водкой и куревом скоро он поймал доску от корабля и с ее помощью проплавал в воде всю ночь когда стало рассветать макты почувствовал под ногами что-то твердое это была земля собрав все силы он заполз на берег и сразу упал около куста потеряв сознание когда макты пришел в себя солнце было уже высоко где это я море так хочется есть и пить боже помилуй меня здесь он сидел совершенно один среди диких зарослей далеко в Африке макты не заметил как кусту за его спиной подкрался черный африканец с любопытством он наблюдал как белокожий незнакомец молится потом он тихо отошел от куста и побежал так быстро что его черные ноги только мелькали над землей обезьяны запрыгали на деревьях с ветки на ветку и разноцветные птицы испуганно взлетали вверх когда негр бежал мимо них наконец негр прибежал в деревню впереди было несколько белых оштукатуренных домиков негр бросился к одному из них учитель 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 новый учитель прийти из дома вышел седой мужчина и за ним молодой юноша девушка одетая в белые летние одежды ты что Симба шумишь да да Симба Симба видит как на берегу новый учитель лодится Симба сам видит когда быстро идти Симба Симба показать он там там на море на берегу как голова болит и страшно пить хочется я скоро умру от жажды если не найду воды что я вижу родник с чистой водой Матты и не видел, что над его головой ползла с ветки на ветку огромная змея-удав. Ее неподвижные глаза уставились на обнаженную шею Матты. И вот она начала приготовиться, собирать все свои силы, чтобы прыгнуть на человека и задушить его. На мгновение она приостановилась. Ее мышцы напряглись для молниеносного прыжка. Наступил решающий момент. Но в эту секунду раздался выстрел. В ужасе Матты смотрел на змею, которая в предсмертных судорогах извивалась около его ног. Благодарю Бога, что я взял это ружье с собой. И вас тоже. Хотя я и не знаю, кто и откуда вы. Вас, наверное, сам Бог направил сюда, чтобы спасти меня. Очень благодарю вас. Симба! Симба! Симба, вы здесь учитель на первые. Хе-хе-хе-хе. Меня зовут Ханс Хардик. Я миссионер. Эти друзья со мной тоже миссионеры. Но Матты уже не слышал ничего. В ушах его зашумело, все потемнело перед глазами, и он без сознания повис на руках миссионера. Люди добрые. Парень потерял сознание. Симба, беги быстро за носилками и носильщиками. Беги быстрее. Один момент, учитель, если мы будем назад. Миссионер осмотрел Матты и положил холодную повязку ему на лоб. Боюсь, что бедный парень получил воспаление легких. Носильщики прибыли. Матты подняли на носилки, и шествие двинулось к миссионерской станции. Впереди шли носильщики с носилками, за ними миссионеры. Внеся Матты в дом, его осторожно опустили на постель. Много дней миссионеры с любовью ухаживали за больным Матты. Но, несмотря на хороший уход, ему становилось все хуже и хуже. Однажды миссионер Хартик опять спросил у своей жены, сидевшей около постели Матты. Но, Мария, как больной сегодня чувствует себя? Смотри сам. Я только что измерила его температуру. Ого! Сорок градусов. Если теперь не произойдет чудо, то дни нашего больного соштены. Тут открылась дверь, и вошел Симба. Учитель, может сказать, учитель почему не делает чудо? Когда не идет дождь, учитель говорит небесному отцу и делает чудо. О, дождь! Дождь идёт так много, так много! Симба, Симба, Симба боятся тонуть. Учитель говорит теперь небесному отцу и делает чудо. Правильно, Симба. Мы будем просить чудо. И Симба может вместе с нами просить небесного отца. И так втроем они опустились на колени около постели больного и начали молиться. Поздно вечером Симба приоткрыл дверь в комнату Масты. Тебе что, Симба? Я, я приди смотреть. Чудо уже, приди. Да, Симба, чудо пришло уже. Бежи-ка на склад за простынями. Наш больной так потеет, что эти простыни совсем мокрые. Теперь он выздоровеет. С этого дня Матте начал поправляться. Скоро он уже мог подниматься с постели и тихонько двигаться с помощью верного Симбы. Матте садился на крыльцо и смотрел за жизнью на миссионерской станции. Негры приходили и уходили. На дворе было много разных животных. Кур, поросят, коз и даже коров. Вблизи на деревьях прыгали обезьяны. Время от времени они подкрадывались к кукурузному полю, срывали по частке кукурузы и быстро убегали. Когда же тропическая черная ночь опускалась над деревней, темноту заполняли странные, пугающие звуки. Это гиены приближались к деревне и выли так, что кровь застывала в жилах. Их вой смешивался с барабанным боем дикарей. Там вокруг костров с дикими воплями плясали негры. Своими плясками они надеялись одобрить злых духов. Ну и здесь, в далекой африканской деревне, наступало новое время. Матты поняла это, когда увидел под большим деревом группу учеников. Дети внимательно слушали своего черного учителя, объяснявшего им буквы алфавита. По вечерам молитвенный дом деревни переполнялся народом. Здесь громко пели духовные песни и благоговейно слушали проповеди. На этот раз проповедовал один из негров. Миссионер переводил его. Никогда раньше Матты не слышал такой проповеди. Вся его прошлая жизнь предстала пред его глазами. Матты так сильно захотелось домой. Его сердце переполнилось таким неудержимым стремлением к Богу, что хотя он был уже сильным мужчиной, он громко разрыдался. Его плач передался и неграм. Никогда раньше такого здесь не испытывали. Когда проповедник в конце проповеди сделал призыв, Матты первым устремился к алтарю и преклонил там колени, желая навсегда принять Иисуса в свое сердце. Многие негры последовали его примеру. Матты почувствовал, как удивительный мир заполнил его сердце. Такой мир, которого Матты никогда раньше не имел. В жизни Матты наступило теперь новое время. Он познал своего Господа и получил прощение грехов. Он был теперь радостным, как небесная птичка. И часто видели, как Матты, склонившись на колени, благодарил Господа за спасение. Или сидел за столом, читая Библию. Однажды поздно вечером Матты и миссионер Хартик сидели за столом и беседовали. Вдруг дверь распахнулась, и в комнату ворвался Симба. Учитель! 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 Лев! С огорода! Корову брать! Лев! Лев прыгать в изоку через забор! И хватать корову! И прыгать назад! И бежать! Бежать! Симба! Симба сам выйдет! Миссионер и Матты вскочили на ноги. Матты видел, что миссионеры эта новость очень стревожна. Миссионер понимал, что нужно немедленно убить льва, иначе он скоро все стадо растерзает. В следующее утро все мужчины в деревне собрались на охоту за львом. Негры точили свои копья и ремонтировали щиты. Миссионер Харсик с озабоченным видом чистил ружьем. Охота на льва? Это не шутка. Через некоторое время охотники пришли на опушку леса. Матты заметил, что негры боялись, потому что они так сильно шумели. Они кричали изо всех сил и тыкали копьями в кусты. Вдруг кто-то из негров закричал. О, лев! Где? Где лев? Харсик бросился по указанному направлению. Негры осторожно двинулись за ним. Матты и Симба остались на месте, ожидая, что же дальше случится. Раздался выстрел и потом крик Харсика. Берегитесь! Он только ранен! Симба в испуге повернулся к Матты. Учитель! Учитель! Теперь мы, теперь мы плохое место! Очень плохое! Лев ранен! Он покрасится сюда и прыгнуть сзади неожиданно! Господи, ты смотри в ту сторону, а я смотри в эту. Тогда мы увидим лес! В эту же минуту Матты услышал громкий рев и увидел бросившегося к нему огромного льба. Сильный удар лапы швырнул его, как куклу, на землю, и Матты почувствовал жаркое, влажное дыхание львиной морды на своем лице. Господи, спаси! В этот же момент верный Симба появился на месте. Изо всех сил он вонзил копье в спину льва. Удар был настолько сильный, что даже древко копья сломалось. Зревев от боли, лев оставил Матты и бросился к Симбе. Со сломанным древком в руке Симба спокойно стоял на месте, ожидая нападения. Как опытный укоротитель, он ударил древком по морде льва. Лев еще сильнее взревел от боли, но не отступил. Еще и еще раз Симба ударял по львиной морде, пока лев, сделав длинный прыжок, не снял его под себя. Матты очнулся, как от сна. Он увидел на земле свое ружье, схватил его и быстро вложил Матту пулю и опять выстрелил. Затем еще и еще раз, пока все пули не кончились. Друзья, быстрее сюда! Нам нужно поднять тело льва, а то Симба задохнется под ним. С трудом сдвинув льва, миссионеры Матты стали осматривать раны Симбы. Симба лежал с закрытыми глазами, как во сне. Через некоторое время он с трудом приоткрыл глаза. Как, как, господин Матты чувствовать себя? Со мной все хорошо. А как ты, мой брат Симба, чувствуешь себя? Ага, Симба чувствовать себя хорошо. Когда, господин Матты чувствовать себя хорошо. С трудом сказав последние слова, Симба опять потерял сознание. Осторожно негры подняли его на быстро сделанные носилки. К их удивлению, Матты тоже взялся за носилки, чтобы нести Симбу. Смотрите, белый человек негра несет. Два негра стали снимать шкуру со льва. Остальные пошли вслед за носилками на миссионерскую станцию. Тихо и медленно продвигалась группа по извилистой тропинке. Впереди шел миссионер Хартик. Лицо его было очень печальное. Когда пришли на миссионерскую станцию, Матты направил носилки в свою комнату. Там раненого, потерявшего сознание Симбу, осторожно опустили на его мягкую кровать. Теперь Матты, в свою очередь, пытался вылечить Симбу. Но, несмотря на все его усилия, Больной все больше и больше слабел. Когда через несколько дней Матты и миссионер Хартик Опять сидели около постели Симбы, Симба неожиданно открыл свои большие глаза, И они вдруг радостно заблестели. Симба, Симба, ты что-нибудь видишь, да? О, я видеть, видеть, очень красивая, Красивая страна. Там очень светло. Симба видит зеленые поля И много, много цветов. Видит реку, на берегу реки Видит удивительное, красивое дерево. И теперь Симба видит город. Ой, ой, какой красивый город. Он светлый, Блестит, как золото. И ворота. Какие большие И сверкающие жемчужины. Ворота открытые. О, Симба, славить Иисуса. Теперь Симба видит человека. Он иди близко к реке. И, у него белая одежда. У детей. О, там старый Паул, Который умирать в прошлый год. Ой, он тоже в светлой одежде. А теперь, О, теперь Симба видит Иисуса. Ой, 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 Иисус. Иди, Иди за Симба. О, Иисус. 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 Сын небесного царя. Много дней подряд к этому холмику Приходил белокужий юноша. Сняв шапку с головы, Он молча стоял Около белого креста. По щекам юноши Текли слезы, Которые падая на холмик, Орошали его свежую землю. После смерти Синду Матты еще больше затасковал по дому. Днем он ходил, как во сне, а по вечерам подолгу стоял у окна, уставившись в темную ночь. Видя, как Матты скучает, миссионер Хартик решил не задерживать больше его на миссионерской станции. Слушай-ка, Матты, через неделю я запрыгу быков и поеду на пристань. Если хочешь, можешь поехать со мной. О, Хартик, с радостью! Я сразу пойду паковать вещи. Тебе нужно достать хороший сундук, а то будут далеки, вещи не сохранятся. Хартик позвал негра и сказал ему что-то на непонятном языке. Негр сразу побежал на склад станции. Через несколько минут он уже катил большую жестяную бочку. Вот тебе сундук. Он выдержит все удары и не пропустит воды. Но, дорогой брат, ведь у меня и вещей столько нет, чтобы запомнить эту бочку. Ну, посмотрим, посмотрим. Ты только начни паковать. Хартик вышел из комнаты, хитро улыбаясь, оставив Матты недоумевать, что все это значит. Когда на следующий день Матки начал паковать вещи в бочку, в комнату проскользнул высокий негр. В руках у него был чудный головной убор, который носили в их племени. На шапке красовались длинные разноцветные перья. Если господин хочет, я даю ему это. После него пришел другой негр, неса украшенный лук и стрелу. А сколько все это стоит? Это не стоит. Учитель так сказал. Ах, это учитель вас научил. Теперь, Матты, понял, почему миссионер так хитро улыбался вчера. Целый день негры приносили ему разные подарки. Вечером пришел и сам Хартик. Вместе с ним пошел негр, неся большую красивую львиную шкуру. У Хартика в руках была сломанная древко от копья. Ну как, Матты, поместится ли это еще больше? Шкуру я дарю, а сломанное копье тебе от симбы. Матты не мог сдержать волнение. Он почувствовал как комок поднялся у него в горле. И большие слезинки потекли по его щекам, когда он дрожащими руками взял сломанное копье, которым симба спас его жизнь. Иисус благодарил тебя за симбу и за всех этих черных братьев. и за всех мусорбах и за всех мусорбах и за всех исчезает. В конце проповеди он поблагодарил Матты за его помощь на миссионерской станции и пожелал ему доброго пути. Когда Матты поднялся за кафедру, в руках он держал сломанное копье Симбы. Что, что это, белый человек, держит копье в молитвенном доме? Но скоро все поняли, почему Матты взял с собой в молитвенный дом копье. Это сломанное копье все время напоминает мне, что когда я был в смертельной опасности, мой друг, жертвуя своей жизнью, поспешил ко мне на помощь и спас меня от этого страшного зверя. И как вы все знаете, спасая меня, Симба сам погиб. Но есть еще страшнее зверь, который страшнее даже льва. Имя этого зверя — грех. Когда человек находится в когтях этого зверя, ему грозит вечная погибель. Но у всех нас есть друг, Сын Божий, Иисус Христос. Жертвуя своей жизнью, он пришел с неба на землю, чтобы спасти нас. Сломанное копье крест говорит нам о том, что, спасая нас, он тоже вынужден был умереть. Он должен был умереть, чтобы и нам, белым и черным, не надо было умирать. Мэттэ говорил с глубокой сердечностью и любовью. Слова потоком велись из его переполненного сердца и проникали в сердца слушателей. Черные кудрявые головы склонились вниз, и глаза многих наполнились слезами. Многие женщины и мужчины стали в знак того, что они хотели принять в свою жизнь этого чудного друга, который, спасая их, умер на Голгофском кресте. В понедельник утром Мэттэ проснулся от громыхания телеги за окном и мычания быков. Быстро одевшись и выбежав на улицу, он увидел на дворе большую, прочную, на больших колесах телегу. В нее было впряжено пять пар рогатых быков. Черные кучера энергично покрикивали и били по воздуху длинными кожаными кнутами. Эй, браток, быстрее кати свою бочку сюда. Моя бочка уже в телеге. Что, уже скоро поедем на пристань? Да, почти все уже готово. Пока делались последние приготовления, Мэттэ, нарвав во дворе букет цветов, быстро зашагал к могиле Симбы. Положив цветы на холмик своего друга, он со слезами попрощался с Симбой. Поблагодарил Господа Иисуса Христа за удивительное водительство в своей жизни. Задумчивым и тихим возвращался Мэттэ на станцию. Неожиданно радостная надежда переполнила его сердце. Почему я плачу о Симбе? Ведь я же скоро его увижу на небе. Где ты так долго был? Но увидев покрасневшие от слез глаза Мэттэ, Хартик догадался, где он был. Ну давай, залезай на телегу. Кучера взмахнули кнутами, и телега тронулась, поскрепивая колеса. Оставшиеся друзья негры бежали с телегой до самой опушки леса. Там они не остановились, и размахивали платками до тех пор, пока телега была видна. Она становилась все меньше и меньше. Когда черная точка совсем скрылась от их глаз, они медленно пошли обратно к своим хижинам. Хорошие, очень хорошие, господин Мэттэ. Доно масте катодики. Доно масте катодики. Мама только что вымала полы и как раз подвешивала новые занавески на окна. Как вдруг послышался стук, и дверь отворила. В хижину ввалился заснеженный мужчина. Молодой и краснощеки, в красивой богатой шубе, он выглядел настоящим интеллигентом. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не разрешите мне приночевать у вас? Да, мы бы с удовольствием, но мы так бедны, что даже угостить нечем, и хорошей постелью для вас нет. Но все равно я остаюсь в этой хижине. Мне здесь очень нравится. С этими словами гость сбросил с себя шубу и затем с протянутыми руками шагнул к хозяйке и хозяину дома. Мама, папа, неужели вы не узнаете меня? Я же Мэттэ, ваш сын. Мэттэ! Мэттэ! Мэттэ, сыночек, неужели это ты? Посидевший и сгорбившийся отец стоял, опираясь на стол и ладонью утирал слезы радости. В хижину вбежали также младшие братья и сестры, и вот тогда уж началось настоящее веселье. Немного успокоившись, Мэттэ вспомнил о вещах, которые остались в сенях. Всей семьей внесли они в комнату большой сундук и жестяную бочку. Удивлению бедной семьи не было предела, когда Мэттэ начала раздавать подарки и разные красивые вещи. Никогда в этой хижине не было еще такого радостного Рождества. Когда радость немного улеглась, отец взял со стола свою большую Библию. А теперь садитесь все за стол. Будем читать Рождественское Евангелие и благодарить за все наше чудное, дикое Бога. После чтения Библии и молитвы Мэттэ стал рассказывать, как Иисус вошел в его сердце и сделал его счастливым и радостным человеком, и как Господь хранил и вел его все это время. Тихо и внимательно слушали в маленькой хижине удивительный рассказ Мэттэ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok